МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба НТВ. Это программа сегодня в Москве. С вами Владислав Назариков. В гостином дворе в эти дни можно увидеть уникальную Россию. На выставке мастера со всей страны, художники, ремесленники, оружейники и ювелиры представили свои шедевры. Товары народных промыслов, изделия из драгоценных камней, авторские куклы и современное искусство. Все экспонаты можно трогать руками, примерить и купить. А также кое-чему научиться, например, плести кружева, реставрировать картины или расписывать шкатулки. Несколько полезных навыков приобрел и Нахит Бабаев. Всю Россию невозможно обойти за один день. Выставка в гостином дворе Москвы словно опровержение этой, казалось бы, бесспорной истины. Тут от Приморья до Прикамья минута пешком. На 10 тысячах квадратных метров разместились почти полторы тысячи художников из 80 регионов страны. Данный проект, он интересен тем, что он представляет почти все виды народного искусства. То есть здесь и у нас представлены народные художественные промыслы, и мастера декоративно-прикладного искусства. Тут же у нас ювелирная промышленность, историческая экспозиция, художники. То есть все люди, которые творческие, все уникальные мастера, они собрались здесь в одном месте, на этой замечательной площадке гостиного двора. Что же это за творческие люди? Вот, скажем, работы палехских мастеров. Уникальная лаковая миниатюра, таких больше никто не делает. Основы из-под кемаше, натуральные краски вкусные. Художник, когда принес нам работу, он рассказывает такую историю. Значит, написал леопарда на предмете, краски еще положил предмет сушить, потому что краски сырые, спать лег, утром встает, леопарда нет. Мы спрашиваем, где леопард-то? Он говорит, я не знаю, пропал. Я пришел еще раз, написал леопарда. Опять поставил сушить, куда-то отвлекся, пришел, леопарда нет. Нам уже смешно стало, куда делся леопард. Он говорит, я тоже стал смотреть. Пришла мышка и просто связала. Поговорим о цене. Ведь практически любой экспонат на выставке можно купить. Ларец, скажем, стоит миллион. Сколько? Миллион рублей. Но это лишь звучит страшно. Посмотритесь, какие линии. К тому же, давайте подсчитаем. Художник потратил на роспись 3 года жизни. Получается примерно 28 тысяч рублей в месяц. Плюс цена заготовки, красок. Не так уже дорого, правда? А вот произведение современного искусства. 2 миллиона. Сколько-сколько? 2 миллиона рублей. Но это лишь звучит страшно. Всмотритесь, какие линии. К тому же, сюжет на шкатулке понятен сразу. А тут какой простор для полета фантазии. Не так уже и дорого, правда? Безусловно, есть вещи куда бюджетнее. Украшения, куклы, ткани, предметы декора. Как говорится, кому что ближе. На выставке также проходят мастер-классы. И вот меня учат ручному качеству. Не то чтобы дело сложное, оно скорее требует усидчивости и терпения. Я правильно делаю? Да, совершенно правильно. Ну вот в итоге должна получиться вот такая тесьма. Ее можно использовать в качестве украшения для сумок, например. Или просто как браслет. Такие выставки возможно себя показать и посмотреть на других. Себя показать важнее. Ведь были исторические прецеденты. На московской выставке Александр Третий со своей супругой встретился с Карлом Фаберже. Он подошел к нему. И тогда, в общем-то, он был не знаком ни публике, ни Москве. Там были представлены только копии керченских украшений. Не очень скромных таких. Но, тем не менее, император заметил. Ему понравилось. И они встретились уже в Санкт-Петербурге. И на следующий год появилось первое пасхальное яйцо, которое было подарено Марии Федоровны. Деловой программе уникальной России многие бы позавидовали. Нет, не за имен экспертов. Много в деловой программе культурной будет таких мер, которые потом в дальнейшем могут стать государственной политикой. И мы уже обращаем внимание, что мы чуть-чуть идем чуть-чуть раньше. Мы это делаем, а потом это появляется в указах. Это тот редкий случай, когда на выставку не просто можно, а нужно приходить дважды. 7 мая вся экспозиция поменяется. Здесь будут абсолютно другие художники и мастера. Нахид Бабаев, Степан Лисакович, Геннадий Лисицын, Александр Беляев и Анастасия Алтухова. НТВ. Пока это все новости. Спасибо, что были с нами и хороших выходных.